ну что ребят партия на джибе соперник тритон абсолютно неизвестный мне за 4 700 купил себе город за 800 купил себе цвет поэтому у нас красный цвет кирюшка которая принесла нормальной армии на старте мифалка пришла но тут конечно выбор такой интересный получается плохо нет что случилось блин блин ну это бред почему нет лоха как ни одно так другое на галочка что ли не стояла цель очка стоит так оплот оплот кирюшка золото перепроверяем перевод золота минус 5500 плюс 5500 160 так правило хв ох все есть блин ну мне так нормально сдало по армии еще и мифала пришла да и блоков вроде не было так ну теперь вроде ох есть в этот раз мне сдало хуже эльфов нет вообще на старте бред такое играть будет сложноватенько зато две нычки рогов вот и думай хорошо это или плохо ооо ооо фане крем или как Так, ну самое главное, что пока умудряемся собирать нужное количество золота, чтобы покупать все новых и новых героев. Но, чувствую, сейчас это закончится, потому что тут уже надо будет воров пробивать. И, кстати, от этой пробивки и будет зависеть, заиграем мы или нет этот раскладец. Тут заблочено многовастенько блоков, как по мне. Как насчет грейда кинтосиков? Ну, это тысяча, я тогда не покупаю себе героя. Значит, пытаемся разрулить, как есть. 51. И пошли через верх, как назвал. Так, попытка разделить. Вроде бы сработала. Первый минус стек пошел. Давай, наверх. Наверх. Wait. Wait. Все равно я тут сюда. Хорошо. Вперед. Вперед, вперед. Wait. Wait. Вперед. Наверха. Не хотят. Ни в какую не хотят. Сюда. Wait. Сюда. Так, ну, в принципе, разделить получилось, что уже хорошо. Но немножечко не так. Так, как мы планировали. Так, становимся ближе. Wait. И опять сжирают копейщиков нам. Давайте с гномами повоюйте. Так, собили целое направление. Так, собрали еще на одного героя. Ну, пусть это будет минус. Правда, она без разгона. Давай так. Так, еще на одного собрали. Ну, то есть, старт в семь героев. Блин, и надо ехать бить наездников, иначе по золоту можем не выкрутиться. Ну, допустим, Гретчин. Который мчить за... А-а-а-а-ай, провал. Артефакт. Как так? Блин, вы меня подвели, конечно. Как же мне эти нычки забрать. Так, ну, многое, я думаю, от вот этой вот битвы будет зависеть. Как она пройдет. Так, ну, рельефчик так себе. Так, ну, рельефчик так себе. В принципе, вроде получается. Потом единичку надо подставить. Опять на убой, иначе они не пойдут вперед. Но моралька, конечно, капец, все подосрала. А вот вам и золото, ребята. Хороший, адекватный старт. Максимальное количество героев. Еще и герой с баллистой. Вот так-то. Причем, я предлагаю, ребят, немножко поменяться. Так. Не у него впритык. Мувов. Давай так. Блин, и зачем я это подбирал? Можно было главного героя разогнать. Теперь уже все. Эх, ладно. Играем. Разбежка в 8 героев, две нычки единорогов. То есть потенциал у этого расклада имеется. Соперник тоже не зарестартил. Значит, что-то интересное нашел. Светится у него Айслин. Так, лесопилочка. Тарасара запускаем вниз. Находит дерево. Находит еще золото. Первый улик. С которым нас можно поздравить. Помимо этого нашли ящик Пандоры. Третье внешнее жилище. Единорогов. Но все, блин, за такими жесткими охранами. Капец. О, еще один улик. Не расклад жирный. Вот, я тут ничего не могу сказать плохого. Однозначно жирненький раскладец. Маловато эльфов. И это беда. Ну, что поделать. Кстати, по первому дню у него было больше золота. Он разогнался в меньшее количество героев. Одновременный ход стоит до 1-3-1. Я у него спрашивал, когда он в среднем выходит. Говорит по-разному. Зависит все от уликов. Так, а вот мы видим ИГО. Причем мне, наверное, придется пробивать именно черных драконов. А не Гидр. Потому что если я пробью Гидр, мне этих драконов все равно придется пробивать. О, еще одна нычка единорогов. Так, ну, исходя из этого уже назревают определенные планы, конечно. Но я пока не вижу, где качать нашего главного героя. На полном серьезе. Нычки не берущиеся. Съездит над андроидов повышалку взять. Вообще, как-то ни о чем. Внизу никак не проехать. А там город, кстати. Можно добрать гномов. Так, выехали. Значит, Эдрика возвращаем. Или его можно запустить вот сюда, наверх. Но тогда никаких подвозов не будет. Поэтому, пожалуй, пусть посидит пока. Ну, кстати, можно съездить на склепе на М-5. Попробовать здесь покачаться. Но не знаю. К золоту, конечно, немеряно. Блин. Пробивать нечего. До склепа я не достану. Ладно, давайте подалеко. Пока не будем ехать. Но при этом разгонимся. Давай так. И посмотрим, что тут вообще есть с этой стороны. Вроде склепь есть повыше. Сила магии. Или нет? Нет. Показалось. В таком случае, все-таки Роланд будет разгонять. Давай сюда. Роланд немножечко пособирает. Героя как раз туда и запустим. Этот сидит на месте. Ну, вроде... Роланд. Сорян. Не видел. А где ты писал? 1-1-2. Рестартим. Соперник тогда остается без рестартов. Ну, опять мне нравится расклад. А пушка единорогов. Не только. Три стэка пришло, причем в два раза. Вот. Вот примерно вот так мы и стартовали в первый раз. То есть, все-таки возвращается нормальный расклад. Поехали. Так, дальше там уже не проехать. Ну, гарпии, кстати, это вполне пробиваемо. Вот я уже вижу, кого нам придется пробивать в первую очередь, потому что целое направление заблочено. Так, на гарпиях можно разбежаться. Так, так. Обзорочка. Ну, обзорочку тоже надо будет забрать. Уберем с дорожки, чтобы не мешало. Так, и сундучка вроде нормально сыпанула. Ну, и я не знаю, что должно произойти, чтобы я вот это вот зарестартил. А еще одна нычка единорогов, кстати, почти халявная. Улик. Нычка драконов. Улик конца. Не, это нормально. Не очень удобно это все будет собирать. В этом плане как раз и надо будет нам подумать. Но в целом нормаль. Ошейник, серьезно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Это сейчас было, конечно, больно. Блин, ну, надо пробиваться вниз. Причем, по-любому, отстройка эльфа ведет в первый день. Ну, блин, такой ужасный старт, серьезно. Сундук, наверное, все-таки мы на золото сейчас возьмем. Наверное, эльфов даже не будем докупать. Так, вообще медленных желательно не брать никого. Типа так. И этого нового героя мы как раз с вами вниз сюда и запустим. Лого. Продвигается. Шестая скорость против шестой. Хитрец какой. На всякий случай снимем ответку. И, кстати, не зря мы это сделали, потому что удар у нас капец какой слабый. Покупается мифалка. Мифалка может попробовать взять сундучок. Если он окажется большой, мы стартанем в еще большее количество героев. Пробуем. И он, к сожалению, не так сильно нам помог. Но... Как бы у нас есть мувпоинты. Мы можем сделать вот так. Тютелька в тютельку хватает еще на одного героя. Причем довольно скоростного. Есть смысл... Даже расчистить дорожку. Под приезд Кирюшки. Которая, типа, еще и шахту попробует пробить. Так. Пойдет. И, кстати, она способна сама же себя и разогнать. Хотя все шестая скорость. Смысл. Все правильно. Смысла ноль. Ну и старт в шесть героев. Хуже. Хуже. Но армии очень много. Пробивная сила очень большая. Поэтому, пожалуй, заиграем мы это дело. Интересный факт, но... Тритон слил почти весь таймер в первый же день. Так что я не знаю, как он будет, в принципе, играть дальше. Ну, будет очень тяжко. А мы тем временем находим с вами еще одну концу. Еще одну концу. Что если мы... Не, ну надо грейдить эльфов. И так же чекать вот эту концу. Нету ни одного улика, говорит. Я слился. Капец. Пхи вышел из лобби. Может сейчас зайдем? Так как можно за один день узнать, есть у тебя улики или нет. Респ огромный. Его надо минимум дней шесть разведывать. Честно говоря, не очень, я понял. Блин. Ясно. Ну, от меня такие моменты все равно не зависят. Я бы предложил сразу же следующую. Ясно. Русские вещество. Блин. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok